Он бы сел в кресло в Кремле, если бы они продолжили свой победоносный марш. Однозначно. Путин бы сбежал, его некому защищать. Или это был бы день, два, три уличных боев с Перихуа. Если бы они ярко, четко выдержали свой антиэлитный дискурс, назовем это умным словом, они бы получили массу сочувствующей, поддержку. Наклонили бы кадыровцев, а за это получили бы любовь всей России вообще без исключения. И садись в кресло, и начинай проводить разумную политику. Он был за 15 минут до победы. Что могло его остановить за 15 минут до кресла? И еще вопрос, что если ты, как это, если мятеж, он очень такая штука черно-белая. Или ты победитель, или ты приговорен. Он не может закончиться промежуточной фазой, тем более в России. Это технически невозможно. Поэтому если сегодня ночью, или через неделю ночью, или через две недели ночи, или там послезавтра, в любое время мы услышим, что лагеря снова обстреляли, и вот теперь никто останавливаться не будет, потому что это крайняя подлость, в спину стрельнули убили, когда мы пошли на мир, удивляться не надо. Или иной какой-нибудь кунштюк. А то, что кунштюк будет, я практически не собираюсь. В том или ином варианте. Не может российская история после вчерашнего и сегодняшнего дня развиваться прежним путем. Это невозможно. Скрылось огромное количество людей, которые прямо заявили о своей антиэлитной позиции, о том, что они готовы снимать режим. Как бы это так просто остаться не может, ни при каких обстоятельствах. Продолжение следует...